Блин, может, пока не поздно снять обратно, да? Сейчас, это ритуал определенный. Ё-моё, что-то потекло. Бру! С вами подкаст «То ли дело прачка». Дорогие православные, в этот святой день яблочного спаса, с которым я всех хочу вас поздравить, я представляю новую серию подкаста «То ли дело прачка», третий сезон. Меня зовут Сергей Соловьев, напротив меня сидит Александр Мухтар. Справа от нас сидит наш специальный гость в день яблочного спаса. Мы специально подготовили Алина Локтева, создатель, организатор фестиваля «Ай Лав Сайдер». Фестиваль, который должен был пройти в Москве, но не прошел, но будет проходить в Петербурге какого-то там сентября 9-го, по-моему, я уже забыл. В общем, вот, всё, Мухтар, начинай. Я свою тему сказал, я свою телегу прогнал, всё, я теперь буду молчать. А, то есть ты сегодня берёшь на себя роль Бетина, да? Слева от нас сидит Андрей Ветин, ну, вы в очередной раз этого не заметите, потому что, собственно говоря, он будет молчать. Алина. Привет. Привет, ребята. Привет, спасибо, что пригласили, мне очень приятно сегодня. Да, скажи, пожалуйста, почему в твоём бокале не сидора, а кофе? Ну, потому что у меня есть конкретные часы, когда я могу начинать пить сидор. Обычно я начинаю пить сидор в 4 часа. Ну, вот, собственно, когда наступает 4 часа дня, то я могу позволить себе открыть бутылочку сидора. Какого? Любого, разного, у меня много разного вкусного есть дома, и я каждый день выбираю сидор дня. У меня раньше такая была рубрика в Инстаграме, сидор дня. Сейчас я уже порежу её, выкладываю, но тем не менее. Ну, то есть ты это вместе с подписчиками делала, да? То есть они смотрели, типа, как ты это... Анпакинг. Анпакинг. Нет, 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 я просто говорю, что вот сегодня я пью вот такой сидор от такого-то производителя, вот он классный, потому что он вот такой вот крутой, и там пару слов про него говорю. Но сейчас я уже, если честно, надо восстановить эту рубрику, потому что всё как-то... не хватает времени. Так, с рубриками разобрались. Сергей. Да. Давайте. Давайте. А что и я-то сразу? Ну, про фестиваль, да, спасибо, что сказали. 9 сентября будет большой фест в Петербурге, приходите все, там будет много-много разного вкусного крутого сидора, и все производители приедут со всей России, просто будет глобальный съезд. А самарские сидороделы будут? Самарские сидороделы будут в качестве гостей. Я подвожу плавно-плавно. Вообще запросто, давайте, конечно, начнём с самого интересного. Ну, я даже не знаю, это как имя того, кого нельзя произносить. Можно ли его произносить в прямом эфире, чтобы... Это же подкаст про сидор сегодня, поэтому можно говорить всё, что угодно. Поэтому этот мистер... Джо Заза. Да. Хуй с Джо Зазом. Как вообще, в принципе, ситуация с мистером Сидором повлияла на тебя и вообще на индустрию со стороны? Вот ты смотришь, ты в ней погружаешься, мы-то просто люди как бы абсолютно, как это сказать... Со стороны наблюдателя. Потусторонние, скажем так, да, для этой всей истории Сидоровой. Вот. Как на вас вообще это повлияло и что вообще будет-то сейчас? Ну, конечно же, всё повлияло достаточно негативно. Это был такой совершенно неожиданный удар. Причём мы планировали фест в Москве. И он уже был на завершающей стадии своего, собственно, планирования. Ну, то есть мы уже прям готовились. Всё у нас уже были все процессы запущены. И тут я просыпаюсь утром и вижу в новостях какую-то дурацкую совершенно новость, что кто-то умер от Сидора. Я думаю, что это чушь вообще. Не бывает такого. Быть такого не может. Ерунда какая-то. А потом я смотрю, что ещё новость, ещё новость. И мы где-то с командой дня два или три сидели в недоумении и думали, что что-то непонятное происходит. Думали, вот-вот-вот сейчас всё закончится. Ну, как, знаете, там раньше с событиями предыдущими тоже. Нет, нет, этого не может быть. Это не может на нас никак повлиять. Сейчас вот-вот оно всё закончится, уляжется. И мы нормально проведём классный фест, потому что у нас была бесподобная крутая площадка. Люди активно покупали билеты. Все уже собирались. У нас там план застройки, две сцены. Всё супер, всё здорово. И я понимаю, что проходит какое-то количество дней, а ничего не... Только разгоняется. Не улеглось. Да, оно разгоняется ещё и ещё и ещё. И мне постоянно звонят какие-то люди, спрашивают сразу под запись. То есть они не предупреждают, что они журналисты. Они сразу под запись записывают мои какие-то комментарии. А я, как совершенно оптимистично настроенный персонаж, говорю, да нет, у нас феста, у нас будет. Всё здорово, все приедут. Всё будет классно. А потом получилось так, что они как-то наоборот всё в негативном ключе. Немного было выставлено, что вот несмотря на то, что такие трагедии происходят в России, что там люди умирают от сидра, а мы собрались дальше продолжать свои яблочные вакханалии. Это было всё ужасно долго, неприятно. И, ну, собственно, закончилось тем, что это всё до такой степени было неприятно, что нам пришлось фест перенести как бы на год. Ну, желтошники на этом здорово хайпанули, когда... Да, там все... Это был огромный какой-то информационный клубок, который было невозможно размотать, но это как раз стало примером того, когда вот такие заголовки и такая вообще полемика, она привела к тому, что что-то большое, хорошее и доброе просто не смогло случиться, потому что, ну, там... А если на дальнюю перспективу подумать, это всё-таки была такая очень тяжёлая история или всё-таки интерес тоже подогрел? Это вспыхло и стухло или нет? Нет, нет. Я, в принципе, как человек, активно занимающийся, в принципе, связи с общественностью, могу вынести вердикт такой, что это не стухло и это будет всегда. Да, то есть всегда теперь вот это вот небольшое клеймо, оно будет присутствовать. И слово «Мистер Сидор», оно ещё очень-очень долго будет в умах, скажем так. Несмотря на то, что, кстати, производители напитка «Мистер Лис», они сейчас ведут активнейшую борьбу за возвращение своей аудитории. Они делают скидки, они везде клеят баннеры, акции, 3 плюс 5. Я уже неоднократно замечала, вот в больших магазинах и больших торговых центрах они отвоёвывают обратно. То есть там сначала, как я поняла, была история, что можно было отменить вообще этот бренд, его заканцелить и больше никогда не продавать, но они пошли обратным путём. Но, возвращаясь к вопросу, это был огромный такой кейс негативного пиара, чёрного пиара, который, да, если смотреть на перспективу, мне бы хотелось верить, что просто так ведомости и коммерсанты у меня пока ещё не брали комментарии и не цитировали меня на федеральных ресурсах. А тут, значит, я выступила спикером везде, где только можно, и интернет вроде всё помнит, поэтому я надеюсь, что в дальнейшей перспективе, если смотреть на это по прошествии времени, мы сможем как-то отработать эту ситуацию в позитивном ключе. Хотя, да, все пострадали, огромный имиджевый урон, репутационный урон, ну, вплоть до того, что люди комментируют, а, это ты всех отравила? Вот такой был комментарий. Я такая думаю... Люди любят нас. Сидоровый парфюмер такой. Да, да, это ты всех отравила? Нет, там же был такой момент, когда поднялась буча, вот там, собственно, когда там скоординировали все, там же на, по-моему, третий день или на второй день, ну, то есть я ездил, я слышал тебя, ты по БФМ же, да, у тебя был комментарий? Везде были комментарии, я не успела отслеживать, с кем я говорил, и что я говорю. Там, да-да, даже не про твой комментарий, то есть, естественно, что я помню, что он был, там просто вот на третий день или на второй день уже, и вот когда вы начали в информационном поле всю эту историю подогревать, не знаю, как так случилось, но слава кому? ПСС. Слава КПСС, да. Конечно. А какой яблочный бог? Яблочный бог отдельно есть, яблочный бог, так и называется, да. Так и называется? Да. Его название не смогли придумать. Ну, у нас перун, пусть будет яблун, нет, не будет, пусть не будет. В общем, когда начали спикеры говорить, новостники, то, что по БФМ, что по другим ресурсам, они перестали говорить сидр, напиток, который микрировал под сидр, вот, ну, то есть потом они уже говорили название, а остальные все ребята, да, вот, которые там, газета.ру и прочие издания, не буду в них тыкать яблоком, черенком от яблока, вот, ну, делали они, в общем, нехорошие вещи. Ну, то есть интерес все равно очень сильно подогрет, так или иначе, в любом случае. Да, да, это правда, но как факт мы имеем такой момент, что нам просто не разрешили провести фестиваль, и все. Это было достаточно печально для всех. Ну, а на следующий год-то там как, конфирмент? Я не знаю, я не знаю, потому что... Самое главное, что он будет в Петербурге, за что нужно сделать отдельное, как передать спасибо Александру Дмитриевичу Беглову. Александру Дмитриевичу Беглову, да, который... Он у нас даже лучше губернатор Петербурга за все его существование. Да, следующий кейс будет, когда люди отравятся помидорами, и он фестиваль помидоров в Петербурге, пожалуйста, проводите на следующий день. Кто-то отравился в Москве шавермы, шаверму закрыли, Беглов, день шавермы, пожалуйста. Вот мы, вот площадка, вот наши лучшие эти. Лучшие шавермы, что не только для вас. Да, да. Хоть что-то не сказал шаурма, ужас какой. Сказал, вылетел, дверь открыта всегда. Да на самом деле вообще такая была тяжелая, ужасная ситуация, но она позади, да. Да понятно, что там стресс, я не знаю, у тебя даже какое-то там... Неделю ты, наверное, вообще в прострации была, как меню. Слушай, я даже, если честно, не помню, какие-то были такие просто дни не очень адекватные. Потому что все это было очень быстро и в контексте нарастающего негатива. То есть когда происходит быстро что-то классное, да, и ты получаешь удовольствие от происходящего, это здорово. А когда ты понимаешь, что все просто летит в пропасть, и мы там несколько месяцев работали над фестом, и команда работала, и площадку мы искали там с марта. Даже, ну не с марта, я всегда плюс-минус нахожусь в состоянии поиска площадки. Поэтому было обидно, да. И люди же взяли билеты, то есть очень много людей, поезда, отели, самолеты, и участники, и обычные люди. Кто-то отпуск взял на работе, чтобы приехать в Москву, там потусить на фестиваль, сходить на экскурсии на производство Сидора. Ну вот такая была история, да. Ну здесь вот будет. Да, да, да. Это главное. А если переместимся от российских реалий, переместимся в реалии ближнего зарубежья, вот у нас там люди, которые... Жалко, здесь нет Валерия. Вот Валерий бы сейчас сказал одно слово про бегунки. Ну то есть там есть такие хорошие попытки освоить эту историю с крафтом, да, то есть как бы создавать там помимо баров еще и локальные производства какие-то, потому что там, понятно, люди это требуют. А с Сидором какая ситуация? Есть ли там люди, которые на... Сидор из Хванчикары. Которые, да, убегая из России в мешок яблок на птичок прихватили, такие, сейчас мы их разбросаем, будут саженцы, мы сделаем Сидор, да. Сидор из Хванчикары, да. А я вообще не расцениваю потенциал уехавших людей, как людей, которые смогут там остаться и что-то сделать, если честно, в долгосрочной перспективе. Потому что Сидор – это история лет на 20. А почему-то все же, может быть, я ошибаюсь, я не права, но мне кажется, это все равно какая-то временная такая мера. А Сидор – это прям в долгу, то есть это прям надо озадачиться. Я знаю, что там есть люди, которые, конечно, и любят Сидор, и пьют Сидор, и которые продавали Сидор, но представить, как на голом поле сделать какую-то вот такую историю про Сидор, мне слабо верится. Хотя, конечно, это бы зашло, потому что все любят, и Сидери нужны, открываются бары Сидоровые и так далее. Я знаю, там в Тбилиси одного производителя Сидора, который его делает, и это было бы интересно и посмотреть, и попробовать, но пока вот он не может прилететь в Россию. А делает он как? Делает на чем? Ну, как обычно, отжимает яблочный сок, спрашивает его и получает Сидор. Нет, я в том плане, что он делает вот реально подход такой традиционный. Да, да, винный традиционный обычный подход, и мы вот звали его на фестиваль в Москву, он не мог там что-то визу получить. И, ну, будем пытаться или сами поедем смотреть. Грузинам надо визу получать? Да, да, там что-то с визой. Да? Да, да. Я думал тоже, что там все окей. Нет, 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 нам можно, им нельзя. А поэтому и так мало здесь. Это все, чтобы спирт не таскали из Грузии, да, тот самый дешевый, знаменитый для дешевой водки осетинской. Чтобы потом его, если что, можно было добавить куда-нибудь. Прости, господи. Скажи, помнишь ли ты свой самый первый Сидор, который ты сказала, я это пить не буду, и вылила его? Нет. Не бывает такого у тебя, да? То есть ты не из тех людей, которые прям вообще вот берут и просто вот раковину. Слушай, на самом деле, я как бывший нано-микропроизводитель Сидора, который отжал в своей жизни там 200 литров сока, для меня вылить Сидор – это какое-то преступление. Я его лучше оставлю, поставлю и скажу, что я в нем запеку там курицу, утку или какую-нибудь свинью через 300 дней, чем я его вылью, потому что Сидор используется в кулинарии. Если вам попался не очень удачный Сидор, вы можете просто взять там, его использовать как-то для еды. Потому что его очень тяжело производить. И чтобы получить эту бутылочку, 50 человек должны просто уработаться, и яблоко должно вырасти, его нужно собрать врусную, положить в мешок, в машину, отжать, сбродить, чтобы она там год приходила в нужную форму. Поэтому нет, я вот традиционный натуральный Сидор вылить не могу. И червяки сейчас такие тоже с небес смотрят, которые в яблоке были. Ну, это все мелочь. Тогда самый неудачный Сидор, может быть, такое-то что-то запомнило? Да, конечно, самый неудачный Сидор мой личный, который я сама сделала у себя на даче. Это был самый отвратительный Сидор, и он по-прежнему держит первенство, потому что там был настолько ярко выраженный дефект, что он сейчас у меня стоит на даче, там где-то 100 бутылок, я смотрю на него, думаю, блин, что с ним делать? Вылить жалко, а выпить невозможно. В кулинарии? Тоже будет очень плохо, очень плохо, потому что, ну, бывает такое иногда, когда сусло совсем прям плохо себя чувствует. Ну, это какой дефект наиболее ярко? Это мауснос, он называется дефект мышиной клетки, то есть когда пахнет мышами вот такими самыми мерзкими, и оно еще остается на послевкусии, то есть у себя все горло и весь пищевод потом в таком замечательнейшем мышином ощущении. Рататуйка, я еще говорю. Отвратительно, это просто отвратительно, да, и вот пальма первенства такая, потому что, ну, сейчас у нас уровень общий вырос производителей, и такого прям конкретно дефектного Сидора мы не встретим на полке, слава богу. А испортится он, в принципе, если он был хороший, испортиться он практически не может, но он может там уйти в уксус, но будет чуть кислотнее, это не супер ужасно, это нормально. А я бы мне это рассказал так, мне захотелось попробовать. Приноси его сюда. Я постараюсь, если я не забуду, я его к фесту притащу, и даже вслепую тебе передам, передам тебе несколько бутылок без этикеток, и мы проведем эксперимент, в какой из них ты учуешься. Подсобки какие-нибудь, чтобы он просто... Вы тут два других человека совершенно. Да, у нас на подкасте сегодня два Андрея Бетина. Да в смысле? Да я слушаю, Мухтар, я передаю, потому что мне скажут, что меня много, поэтому... А, нет, неправда, Сергей, вас всегда приятно слушать. Это намек был. Да? Я хотел бы послушать вас, да. Да, я с удовольствием поговорю, на самом деле, об очень такой важной истории, ну, для нас, как для подкаста с пивными корнями, все-таки мы начали уходить вглубь, развиваться. Интересный вопрос, почему Сидор и в заведениях, и вообще в обывательской истории... Извините, пожалуйста, я этот будильник год не могу отключить. И тут неожиданно оказывается, что мы находимся в матрице. Сергей проснулся, и мы сидим... А, я думал, это саундтрек. Я тоже подумал. Там должно идти пиап петь, тогда, короче, я просыпаюсь в другом месте абсолютно. На самом деле, очень органично было, да, по-моему? Очень. Я подумал, может быть, у вас такой ход? Потому что я часто спрашиваю, почему в подкастах нет музыки, потому что мне кажется, такой какой-то фончик. Нет, она потом в фоне, мы же накладываем. Да, мы накладываем потом, да. Это было прикольно. Просто писать здесь фоном, а он будет перебивать тогда, и очень сложно будет настроить. Нет, было красиво, правда. Я постарался, я же... Такая слеза просто стекает. Почему Сидор в итоге и в голове обывателей, и в заведениях ставят в один ряд с пивком, ну, с таким, с народным, рабочим, пузатым напитком, условно? А при этом при всём, когда его... Ну, это же больше винная история, правильно? Да, да. Почему? Потому что стилистика употребления очень похожа. Я совершенно точно убеждена, что Сидор — это и не пиво, и не вино, это отдельная тема. Но так как всё-таки Сидор в основном у нас имеет крепость до 6 градусов и чуть выше, то его, да, его приравнивают к пиву, но всё же и люди разные, которые любят пиво, и Сидор, и вино, и ситуации разные, и гастрономии разные к этим напиткам. То есть я, ну, как, собственно, я за этим и занимаюсь, потому что я считаю, что Сидоровые люди, они очень классные, такие свободные, живые, весёлые, без всяческих там предубеждений, и я думаю, что этот миф понемножечку отойдёт уже сейчас те, кто ходит в специализированные заведения в Сидрели, там, в Сидро Дэнси, например, это же люди идут специально за Сидор, и они другие, они другие, и... А у них нет живота в жидкой бородёнке. Они стоят рядом с бутылкой Сидора за полторы тысячи рублей и не орут, да, из-за этого? Да, на самом деле Сидор суперпопулярен у зожников и тех, кто любит правильное питание, спортсмены, потому что он, во-первых, суперникалорийный, во-вторых, там много полезных качеств, свойств, да, и все спортсмены пьют Сидор, блин, когда они хотят выпить, они точно пьют Сидор, я это знаю. Ну, хорошо, хорошо. Ты это как спортсмен сказал или как потребитель? Конечно, я спортсмен. Но при этом, при всём, вот Сидорели, например, по сравнению с теми же самыми крафтушечными барами, их реально мало. Это вообще, в принципе, как бы... Это так и будет оставаться нишевым продуктом, и по две, по три штуки на город нормальных? Или это как-то будет вглубь развиваться, или всё-таки нет, или всё-таки Сидор реально останется в обычных барах пивных, как такой... Ну, такой, как спутник. Как саппорт-продукт, потому что, ну, даже в рюмочных в Петербурге популярно, ну, стабильно стоит сухой Сидор на кране практически у всех, и практически во всех крафтовых заведениях тоже один кран минимум под Сидор выделен, но как бы и не больше. Даже если пивную диету брать, у них есть, типа, отдельный зал с Сидором появился специально, ну, там в основном тоже, там, типа, не очень много прям бутылок, чтобы там прям прийти, и вот как винный бар, когда ты приходишь, к тебе подходит Семелье, не первый, не пивной, не Юрий, подходит и начинает вот это, типа, угорать над тобой, и так далее, и там реально может предоставить линейку целую, вот такого же нет у нас. Даже в том же самом Сидор и Нэнси, в принципе, выбор огромный для Сидора, но не прям такое, что там ресурс. Да их, наверное, столько и нет там, Сидора. Ну, смотрите, не все сразу, да, то есть Сидор и Нэнси вот недавно исполнилось 7 лет, и за последние эти 7 лет открылось достаточно большое количество заведений и маленьких Сидоровых баров, и вообще мест, где продается только Сидор. Вот недавно, например, тоже рядом с Невским открылась Сидорелья, крошечная микросидорелья, Жан-Поль. Чудесное место, они специализируются на северо-западных российских Сидорах, и мне кажется, этого будет больше, просто, ну, должна вырасти, как бы, выбор, выбор должен расти, потому что у нас сейчас, мы знаем, что есть там некоторые проблемки с завозом Сидора, да, то есть если раньше можно было привезти все, что хочешь, сделать огромный выбор, то сейчас у нас российского Сидора любого очень много, а вот нероссийского не так много. Поэтому я думаю, что все будет развиваться, и будет больше Сидорелья и больше. Ну, то есть Сидорельи станут, короче, второй волной крафтовых баров. Да тут даже не крафтовых баров. Я совершенно уверена в этом. Винных баров. В том числе. Винные бары открывают на каждом, ну, была мода, в Петербурге же как, все модно вот так вот открывать. Волнами? Все сначала открывали грузинские рестораны, потом итальянские рестораны, потом суши, потом винные бары, теперь рюмочные все открывают, рюмочные закрывают. А дальше что будет, как вы думаете? Я думаю, что это будет... А, раменные еще модно было открывать. А дальше это будут Сидорельи, конечно. Дальше Сидорельи будут. Да. Ну, нет, ну, кстати, волна же прокатилась, типа вот, как Жан-Поль, да? Жан-Поль. Жан-Поль, Сено, 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 Белый Налив. Белый Налив, этот как его, который Дадой торгует, как они, Антапы, Антапы открыли, Сидоровый Налив. Ну, блин, там дорого. Ну, в Белом Наливе там тоже Абонамон за 500 рельефов. В Белом Наливе реально дорого, то есть они как бы, я просто не знаю, как к этому относятся, ну, вот, я не представляю потребителя себе Сидорельи просто обычно. Ты можешь не представлять, я туда приходил, в Белый Налив. Я понимаю, но мы не стандартные потребители всей этой истории просто. Вот, ну, это же типа, вот, есть Бергик в Уфе, который не готов платить 295 рублей за Островицу, а готов платить за нее 280. В Сидоре есть такие люди или нет? Нет. Ну, вот прям вот, то есть, грубо говоря, люди, которые пьют Сидор, они кайфуют. Бергики, закрывайтесь. Я думаю, что эти люди сами плюс-минус заняты в какой-то творческой профессии в плане того, что они продают плоды своего труда, и они примерно понимают, сколько что стоит, почему это так стоит, и если художник так хочет продать свой продукт, и то, что он делает, и он просит такую цену, то, конечно же, нужно ему ее дать и не выделаться. Ты сейчас говоришь, а у Сергея у него крылья раскрываются по поводу творчества. Ну, сейчас же это очень модно, зарабатывать, прокачать свои внутренние навыки и зарабатывать своим талантом и своим тем, что предназначение найти. Ну, то есть, Сидор, дорогой Сидор в России проще продать, проще продать, чем дорогое пиво, правильно? Да, да, потому что, во-первых, это модно, во-вторых, там очень часто вот эта шампанская бутылка 075, которая уже тебя отсылает к какому-то такому более изысканному, скажем, промеальному сегменту, к Казанскому РВД, да, тебе. Кому что, кому что, ребят, это, конечно, вам виднее. Я не мог, я не мог, ты просто не переписывать. Да нет, мне действительно была такая даже шутка, что отделение полиции специализировано и закупают бутылки для, там, Санкт-Петербурга и Москвы специальных форм красивых, ну, чтобы людям было не обидно, вот. Ну, бутылка, то есть, она может сама себя продать иногда в Сидре. Да, 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 я так считаю. Здесь получается, ну, реально больше винная, да, история такая, потому что, ну, вино же нормально, люди привыкли к дорогому, даже российскому вину уже, и пьют его спокойно. Нету вот этого блока внутреннего у людей, что, типа, я не готов пить, хотя у нас был такой вопрос, нам даже задавал один из подписчиков этот вопрос, что, типа, а сфигали? Ну, яблоки дешманские в России, бери, не хочу. Ну, это все мифы. Почему, вот, бутылка 0,75, допустим, у Андреев Сайдерс, там, ну, таких, сколько там, рублей 900, наверное, в розницу, да, она стоит? Ну, очевидно, почему, потому что, во-первых, она очень долго делается, во-вторых, она делается раз в год, даже по сравнению с пивом, пивоваренные емкости можно оборачивать каждый месяц, а, извините, Сидор, он, он бутылку эту переворачивал, дегоржировал полтора года и выдерживал еще 18 месяцев на осадке, и потом сделал еще дегоржаж, дозаж, укупорил это все шампанской пробкой, а бутылки и все комплектующие, это вообще не дешевая история, тем более там этикетки, пробки, это стоит все приличных денег, так же, как в вине, и, может быть, и даже и дороже, поэтому здесь, и дешманских яблок нет уже давно, это все мифы, дешманское можно бесплатно собрать мешок, один можно, а фура яблок, чтобы она еще заехала, например, в Москву на Сидоре Рэбл Эппл, там один пропуск, смена водителя, разгрузка грузчиков, сбор, у нас ручной сбор, у нас до сих пор, и яблоки собираются руками, людьми, это бешеных денег стоит, их нужно еще запаковать, нужно их потом перетарить из мешков в контейнеры яблочные, это все стоит больших денег. Ну, если вот откинуть вообще даже, вот ты говоришь про мифы, блин, самых интересных таких моментов, если вот даже убрать эту историю, вот, которую мы уже обсудили, несчастную с мистером Сидором, вот представим, что ее не было, вот ее не существовало, ну, про пиво, я думаю, ты знаешь, да, что есть эти вот самые, там, объемные мифы, которые им помешают, это у нас порошковое пиво, это у нас спирт в пиве, это у нас вот это вот, живое в пиве, а? Перф? Спирт. А спирт? Перф. Спирт. Перф. Что? Ладно. Бородатые пивовары. Да. Ну, то есть, вот эти вот все мифы, которые мешают очень... Приятного. Да, мифы, которые мешают пиву, да, то есть, а в Сидоре, вот если мы еще раз говорю, откидываем мистер Сидор, были ли такие мифы про Сидор какие-нибудь, там вот про медовуху есть расхожие, что медовухи попил, у тебя ноги, голова ясная, а у тебя ноги отказывают. А, да, да, от Суздальской особенно. Да, ну, то есть, всегда такая тема, про Сидор. Ну, там самый главный миф, в котором живет вся страна, и который, собственно, всем понятен, что Сидор это сладкая газировка, то есть, это подслащенная газировка из мультика «Ну, погоди», которая вот, этот «Ну, погоди», вообще не изжить этот образ никогда. И когда народ узнает, что вообще-то Сидор это сухая такая кислотная история, все очень удивляются. Но большинству нравится все равно. На удивление, вот я раньше практиковала такое присутствие на всяких там ярмарках, работу, собственно, с людьми, особенно старшего поколения, например, люди за 50, у которых вкусно, это сладко. Они считают, что вот если это сладко, это вкуснятина, а если это сухо, это кислятина. Это кислятина, да. Но удается каким-то образом пробиться даже к ним, и они тоже начинают понемногу выбирать слухую Сидору. Ну, то есть за последний, сколько вот, получается, снизилось ли количество этих людей? То есть, в пиве уже так или иначе все-таки там худо-бедно, уже люди, там уже не такое количество людей, которые говорят, что там вот это вот не живое, это живое, вот в Сидоре. Это кажется на полтора процента за здесь. Я вот тоже думала бы о том, что это крошечными какими-то сашками все происходит. Это происходит умение. 99% людей до сих пор думают, что у них дядя работал на заводе «Балтик» в 95-м году и видел, как цистерны порошка возят туда-сюда, поэтому, собственно говоря, как бы... Из настройки, получается, кто-то один думает. Осталось выяснить, кто. Надо понять, да, кто это. А сладкая газировка. Это спонсор нашего выпуска. Кстати, да, сладкая газировка, такая же сладкая, как покровская буковка. Сладкая газировка, которую ты упомянула, дешевая, в магазинах, которые продаются в Соммерсбе, Мистер Лис, тот же самый, Стронг Боу и так далее. Помогает вообще для продвижения вашего продукта или нет? Или это плохо? Это очень спорный вопрос, потому что я все же верю, что есть такая штука, как эволюция вкуса. То есть, когда человек даже в магазине видит постоянно сидр-сидр-сидр, он его попробовал и подумал, что, блин, короче, 59,90, вообще good price, my friend, буду пить, наслаждаться. Но он годочек попьет, ему надоест, он захочет что-то еще, он захочет купить себе что-то за 99 рублей. А потом глядишь, и Святого Антона за 149,75, как закупит сухого, как выпьет, как ему понравится, потому что он уже замучился пить сладкую газировку, и ему захочет чего-то другого. И постепенно, конечно же, вкусовой кругозор расширяется, и люди приходят каким-то... Ну, не хочется в это верить, но опять же, вот мы здесь втроем с вами сидим и верим, а как бы федерация наша любимая, как ходила в пятерочку за живым, межзвездная федерация. А капиталисты сидят сверху и деньги считают, такие, да вы верите, все нормально будет. Не, так почему нет-то? Ну, то есть, если бы все-таки подкрутить чуть-чуть магазинную палитру, совсем чуть-чуть, и помимо, как он сказал, Сомерсби, Мистер Лиз. Вот кому-нибудь одного полусладкого хотя бы кого-то. Это же классика типа сладких газировок, то, что ты три назвал. Наверное, они 90% рынка русского держат. Если в масс-маркете встречаются иногда вещи там, понятно, уже отличные от лагеров, у нас там что-то база. Десять лет назад мы не могли себе представить даже IPA в магазинах. Сейчас-то он есть, причем есть и массовые, и немассовые. Короче, есть в масс-маркете хоть что-то напоминающее, отдаленно уже приближенное к тому, чем занимаются сидроделы? Просто я не помню, но в памяти ни разу такого не видел. Ситуация такова, что сейчас, так как у нас главные сидрели увеличивают объемы, сейчас активно идет завоевание сетей. Я знаю, что Бюльвии, Заповедник, ну, Святой Антон, понятно, они активно-активно заходят в сети, и уже где-то на полках можно встретить сидра. Даже, например, в Перекрестке появилась сидровая полка. Раньше не было такого вообще, а сейчас у них отдельная полка, причем в многих магазинах, посвящена сидру. И там можно встретить, во-первых, белорусский сидр, вежа, который вот, то он назывался пом-рояль, ну, в общем, это большой белорусский производитель, который более или менее неплохой производит сидр, он не самый качественный с точки зрения технологий, но он вот как раз этот мостик может проложить, да? это, собственно, торговая марка Перекрестка, и у него там всегда хорошая цена. Ну, естественно, Святой Антон, наш старейший завод, который производит уже там больше 20 лет сидр, по-прежнему из прямого отжима, он супер массовый, но тоже все еще из натурального сока, по хорошей цене, и, ну, и, собственно, во вкусвилл можно в сидр выбрать, вкусвилл вообще молодцы, они привозят, не плохие сидр. В вкусвилл, да, в этом плане они, конечно, они тебе и, там, хочешь... Фурне могут тебе из Франции предложить за 35 рублей. Это, кстати, хорошая цена. Это и цена хорошая, и сидр неплохой. Не, ну, я сейчас больше говорю все-таки про такие достаточно массовые алкомаркеты, да, то есть вкусвилл это... Ну, а что в вашем представлении массовые алкомаркеты? Кабошечка. А, ну, там все, нет, там пока все еще плохо, но... Но мы надеемся. Мы надеемся. Пусть они сначала вывеску поменяют, а потом мы им поставим нормальный сидр. Шрифт хотя бы изменит свой. Да, как там, Кесарево, Слесарево. В этом же смысл их шрифта. Да, да. В чем смысл их поганого шрифта? В том, что... Ну, это же компания из Челябинска. Все же логично. Ну, что, нельзя было ползунок немножко подвигать на вордовском файле? Да, они не хотели, они просто сделали и сделали, захотели сделать. Могут себе позволить. Это к тому, что у человека, который очень пьяный, у него вот все вот так вот, а он может вывеску как раз-таки нормально видит, то есть нам кажется. Ну, блин, где здесь культура? Я не вижу культуры потребления алкоголей. Ну, культура, да, с ней... Про нее можно бесконечно говорить. Да, вот, смотри-то, это такой вопрос. Даже не вопрос, это такая тема очень важная для вообще всей индустрии. У нас, ну, и в сидровую историю это тоже давно проникло, эти пюреобразные люди, которые там в пиве, там у нас смузи, да, вот эти вот все штуки, есть смузи сидры. Кураж делали, томатный сидр. Ты же... Вы кураж считаете своим? Я первый раз слышу вообще об этом. Да, у нее про томатный сидр? Да, у нее типа обсуждали в пивной тусовке прям... Да, ну, и там было единственное, что это был гибрид, конечно, там, это гибрид же газешки, да, был, по-моему? Я не пробовал. Ну, там гибрид газешки и... Ну, естественно, все равно с помидорами. Вот, они хотят сказать томаты. Я думаю, как многое в жизни говорю слово томаты, когда прихожу, когда прихожу в магазин. То есть они делали такой эксперимент, вот, и что нужно сделать, чтобы взять культуру сидра, да, вот, которая все-таки ближе к вину, то есть уже кураж залезли, да, аккуратно ножкой там поводили, типа вот мы кинули... Сейчас всем интересно, да. Да, и когда нам ждать? И от кого? Когда у нас будет свой сидровый бёрнинг, который будет делать сидр борщ? Сидр с сухариками. Слушайте, могу с удовольствием отметить, что в сидровых производителях, наоборот, мы идем в сторону какого-то изысканного сочетания вкусов, гастрономичных пар и небанальных стилевых сочетаний. Розмарин, ягоды, мята, это дамасская роза, все что угодно. И все же... И репа. Я надеюсь, что мы не скатимся в сторону совсем уже такого суперпопулярного мейнстрима, поэтому... Ну, то есть от сидровиков такого не стоит ждать, да? Нет. Смузи сидры с бананом. Опять же, видите, это все обусловлено трудозатратами. То есть если... Ну, может быть, это будет как-то звучать несколько странно, но тем не менее, ты можешь там сварить пиво, да, там быстро достаточно, и в него там положить сухарики, сельдь, шпроты, и полить это все кетчупом и лучком сверху приправить. А в сидре настоящий седродел никогда не будет портить свое сусло, потому что когда у тебя получился хороший сидровый материал в плане чистого, сброженного, там, допустим, в ноль, прекрасного, ароматного, из какой-нибудь заброшенного сада Антоновка, которое там 50 лет никто не удобрял, удобрениями она дала суперароматику, супер вкус, и ты там можешь разложить палитру там на 54 запаха аромата в этом сидре, ты никак до тебя рука не поднимется туда там каких-то помидоров нафигачить, потому что, ну, это какое-то просто извращенство над собственным трудом, и самые крутые сидры, самые офигенные сидры, это чистые сидры только из яблок. Вот там интересно, а сидры с добавками тоже интересно, конечно же, но самые изыски, они только вот... Ну, это так называемое, то, что кажется простым, оно и есть, на самом деле, самое сложное. Да, это совершенно так и есть. А ты сама как вообще вот к такой истории, типа вот смузи сидр, там, смотрите, у меня... Смузи сидр же есть. Так их много? У Red... Ну, я знаю только у No Sidre, которые... И у Red Batten, вроде. Ну, это Red Batten. А, это их проект, да. А больше не знаю, кстати. Но дело, дело. Сидр с чем? Ну, то есть... Они же типа смузевые делают сидры. Да, смузевые такие прям... Ну, из концентрата или из пастеризованного сока наверняка. Или они... Я не думаю, что они прямой отжим так... Ну, возможно. А ты сама, кстати, считаешь... Считаешь ли традиционным сидр, который делается из пастеризованного сока? Ну, нет, тут не я считаю. У нас законодательство так считает, что у нас есть традиционные сидры и есть просто сидры. У нас весь по ГОСТам, весь сидр из прямого отжима, он, собственно, является сидр традиционный. А сидр из пастеризованного сока для меня это такая тоже дорожка и мостик в эволюции вкуса потребителя. Я не супер против пастеризованных сидров, но я четко понимаю, что, как и в виноделии, настоящая сидроделия – это работа с яблоком. Это работа конкретно с яблоком, потому что это совершенно разные вещи. Найти сад, вырастить сад, сделать из него... Собрать урожай, вырастить урожай, собрать и сделать сидр. И использовать просто готовые решения из пастеризованного сока. И это имеет место быть, это нормально, потому что рынок большой, рынок разнообразный, и каждый, собственно, делает то, и как считает нужным, и у потребителей тоже должен быть выбор, потому что не все мы готовы к суперкислотным каким-то сложным сидрам. Некоторые хотят просто что-то попроще, и вот это суперпопадание в пюрешечный детский вкус, вот этот пастеризованного подваренного сока, он же нам очень близок. То есть он очень попал в нашу вкусовую палитру, и поэтому его так пьют и любят, но они его любить перестанут. Через два года попьешь пастеризованный сладковатый вот этот сидрый с пастеризованным соком, и потом тебе захочется что-то другого точно совершенно. Ну, то есть ты как бы считаешь, что это полуфабрикатная история, она все равно делает вклад свой в развитие? Да, да, да. Это просто еще один. Ну, есть вот разные способы производства, и опять же тут важно, ну, у меня самой есть такое суперправило, я вообще классифицирую все сидры по прекрасному параметру, необъяснимому, нравится мне или нет. Если мне нравится, сидр крутой, если мне не нравится, сидр не очень. Вот так я и делаю. На самом деле, самый лучший параметр вообще, который только может быть. Это единственный идеальный параметр. Есть крутые пастеризованные сидры, неплохие, легко пьющиеся, подходящие. Опять же, мы же хотим увеличивать, да, как бы число поклонников, мы хотим всем, я вот лично хочу каждому человеку объяснить, что, эй, чувак, смотри, у тебя, ты живешь вообще в России, яблочный край, у нас тут везде растут яблоки, эй, смотри, ты можешь попить суперкрутой, вкусный, классный напиток, полезный, алкогольный, как ты любишь, из яблок. Поэтому выбирай любой, есть на любой вкус, посушу и послаще. Ты сейчас как этот, знаешь, как на плече, который сидит такой, на шепотах, иди возьми этот сидор, иди возьми. Да, 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 открой бутылочку, открой бутылочку, смотри, какая она блестящая, золотая, красивая. Тогда такой момент, ну, то есть, с пьем там относительно понятно все, у нас это зачастую такой панковский подход, там, и хочешь там угарную этикетку, на этом, держи тебе, и там, хочешь, ну, там, что ты не знаешь, хочешь пиво сбросить с вертолета в море, пожалуйста, на тебе это, хочешь в чучелах белых кидать его, как делали в блюдок, вот, пожалуйста. И вот просто на одном из подкастов, за прошлым, по-моему, вы с Валерой разговаривали про эту тему, вы, Сергей, вы здесь с нами, вы Андрей или Сергей, когда рассказывали про вино, что, да, если ты уже и виноделам, не чушь, такой подход немножко. Это было три выпуска, два или три выпуска назад, да, что виноделы... Стали хулиганить. Они стали хулиганить, и хулиганство стало не то что нормой, но попыткой пробиться сквозь вот эту традиционную консервативную публику, которая, в принципе, вино употребляет, ну, все-таки вино достаточно консервативный продукт, но при этом какие-то хулиганские истории начали появляться. То есть этикетки такие там... Пиво тоже был достаточно консервативный продукт до вот этой вот крафтовой революции, мировой, и вот когда появился блюдок же тоже, они же шли прям вот строго перпендикулярно традициям и истеблишменту пивному. Да, то есть здесь даже... В Сидре, когда вот в Сидре появится кто-то, кто готов поставить, сбраживать Сидр на горе Олимп, и там, не знаю, не знаю, что там вспомнить из блюдога, устроить какой-нибудь вот такой... Ну ты перфоманс, панковую историю максимальную. у нас есть прекрасный Rebel Apple, которые, собственно, уже это делают и осуществляют. Блин, но Rebel Apple, они достаточно такие спокойные по сравнению вот... Нет, а вам это вообще зачем? Нет, нам это не зачем. Я имею в виду, почему вы хотите, захотелось, захотелось. Хотите, чтобы был перфоманс, который вас развеет, вашу скуку? Хулиганство вообще, в принципе, в бизнесе помогает его продвижению, потому что, если посмотреть на Женю Чича... Блин, он иноагент. Ладно, не будем смотреть на Женю. Чичина. Если посмотреть... А он тоже иноагент, извините, пожалуйста, человек, который банк желтый создал. А если посмотреть на Ричарда Брэнсона, потому что он не иноагент, потому что он иностранец, ну вот его хулиганские выходки помогали ему с продвижением бренда Virgin как такового вообще, в принципе. Ну как бы, когда ты делаешь какой-то продукт, и его продвигаешь именно так на грани, то... Ну это же... На это прикольно смотреть, ну, понятное дело, никогда все кого-то... В крафтухе все так начали делать сейчас. Писи, каки, этот каково... Вся вот эта... Там человек, который... Салденс, который не хулиганит, он, наоборот, популярный, у него продажи растут, а все остальные борются вот на этом пятачке. Может быть, потому что не надо продвигать популярный продукт, и хороший продукт и так сам себя продвигает. А маркетинг нужен только для говна? Пардон. О! Ну а что? А разве не так? Вакуум заполняется говном, я помню. Я не сказал, что Брюдог, конечно, они там продвигали продукт. В свое время, в свое время это было очень хорошее. Да, и сейчас тоже... Ну они делали, то есть это чисто ради такого... Там даже это не то, что они хотели продать что-то. Они просто привлекали внимание именно к самому... Я знакома, конечно же, с всеми кейсами по Брюдогу, но, на мой взгляд, это должно быть очень искренне. То есть нельзя сесть за стол со своими корешами по пивоварне и сказать, что, ребят, нам надо стать бунтарями. Давайте-ка нам делать перформанс. Вот, например, ты, Сергей Михайлович, какой перформанс можешь сегодня предложить? Это какая-то искусственная история. Поэтому должно быть по-настоящему. Людмила Геннадьевна из бухгалтерии. Да. Да, ребят, короче, у нас сегодня перформанс, поэтому давайте-ка раздевайте. Накидайте мне резолюцию. Поехали. Сейчас я вам покажу яблочко. Поэтому, к чему я вообще это говорила? К тому, что, блин, каждый маркетинг хорош сам по себе, каждое продвижение хорошо самого по себе, оно должно исходить от того, какая это сидрель, какие люди это делают, как они это хотят. А так говорить, что нам недостаточно зрелищ, давайте что-то придумаем. Ну, блин, так не работает. Не знаю. Я считаю, что все-таки у нас есть крутые панки Рэбл Эппл и как бы Сидр из гроба, крутые песни, рок-группа, выступления, леопардовый халат и все то, что делает Саша Ионов. Это безумно круто, безумно классно. Я знаю, как он занят на производстве. Он прежде всего сидродел, а потом уже человек, который делает перформансы и играет на гитаре. Поэтому я знаю, что на это на все нужно время, но я знаю, сколько у него есть идей классных, крутых, поэтому, блин, все еще будет. Исчерпывающее. Ну, то есть, не будем ждать, когда кто-то прикрутит танк вертолетом И-8. Сидров. Да, это все, это еще такой момент, нужно уже быть достаточно смелым. Это сделаем мы. Ну, вот, что-то, по-моему, нет. Какая школа самая крутая? Школа? Школа Сидров. Школа Сидров. Да какой сериал «Школа самая крутая»? Блин, Англия, для меня Англия, конечно же, да. Блин, мы ждали, что скажешь, Россия. Ну, подождите, давайте тут не сравнивать страны, в которых там несколько веков делают Сидров, а у нас в советское время, я уж не знаю, там что было, там темнота какая-то была, а сейчас у нас современная история Сидров 20 лет. А в царской России? Делали, делали что-то такое, делали. В красивой России с французской, французской волки. Да, да, было, было что-то такое, но очень мало источников, мало каких-то книг, публикаций, и вот это тоже для меня пока белое пятно, если честно. Ну, то есть, то, что было до, ты берешь современную историю российского Сидра? Да, я сравниваю современную историю российского Сидра, потому что все остальное сохранить и передать в удобоваримом виде нам не удалось. Мы ничего об этом не знаем. А английская школа тогда почему? Ну, там, на мой взгляд, самые интересные купажи яблок и Сидра, в принципе, очень много там разных вкусов встречается, он такой достаточно терпкий, интересный, ароматный, потому что, ну, все-таки Франция все же, он, если так прям одним словом его описать, то он сладкий для меня, Испания, он кислотный для меня, а Англия, он может быть совершенно разным, и мне вообще очень близка, в принципе, эта вот стилистика, английских Сидров, ну, и Великобритания сама по себе, поэтому, наверное, мой выбор таков. Мы заговорили про купажи яблок. Вот. Опять же, вопрос одного из наших подписчиков. По поводу дороговизны продукта и так далее в России, что мы это обсудили все уже, почему-то бытует мнение, что та же самая Антоновка это не Сидровое яблоко, и вообще, типа, почему в той же самой Англии и в той же самой Франции используют специальные сорта яблок, которые подходят для изготовления Сидра, а у нас, типа, фигачат в чан все, что есть. Это вообще так, или это все чушь, и вообще, в принципе, любое яблоко можно использовать и не парить голову себе? Ну, смотрите, если так говорить очень крупными мазками и не вдаваться в подробности технические, что да, естественно, у нас пихают в чан все, что есть, потому что сидровых яблок у нас сейчас нет. У нас есть в стране два-три сада у производителей, которые семь лет назад озадачились тем, чтобы посадить яблоки, подходящие для сидра. Почему в других странах используются сидровые яблоки? Потому что они там выросли. Когда они вырастут, у нас их будет достаточно много для того, чтобы производить сидр из яблок сидровой селекции, мы так и будем делать. Сейчас мы в большинстве своем производим сидр из яблок, максимально подходящих по своим свойствам к производству сидра, которые достаточно в меру сладкие, кислотные, которые имеют хоть какие-то танины, потому что в основном у нас все, что растет сейчас в садах, это кулинарные товарные яблоки, которые мы продаем в магазинах. И они в основном делятся на красные, желтые и зеленые, они все круглые, а сидровое яблоко самое вкусное и самое пригодное, оно маленькое, красное, но очень вкусное, ароматное и кислое. Из него получается сидр, но в магазине мы такие яблоки с вами не покупаем, а покупаем те, которые подогнаны под определенный размер, у которых там 25 обработок за сезон проходят в садах, потому что сад коммерческий должен приносить урожай большой. И это вообще совершенно две параллельные истории, тут даже никакого сравнения быть не может, но процесс идет, сидровые яблоки, яблони вырастут и все будет отлично. Буквально 10-15 лет, не расходитесь, ребят, скоро. Посидим, подождем, посидим, подождем, ну у нас с хмелем начали наконец-то работать, с чувашским. Нет, компания говорит, ты не знаешь, что крейн-рус засеяли, уже задел же есть на это, и с яблоками надеюсь будет то же самое. Получается, в этом же есть немножко такого панковского подхода в седроделии, потому что мы используем яблоки, которые не совсем подогнаны под это. Ну смотрите, крутые яблоки найти можно, но вот как раз панковский подход в том, чтобы их найти, найти заброшенный сад, найти лесную яблоню, найти какое-то одно крутое дерево неизвестного сорта, которое никто вообще не знает, как называется, и собрать его, обобрать, потому что физически очень тяжело яблоки. Пугнуть фанатов Киша, которые там тусят возле заброшенного дома. Да-да-да-да-да. Это все вообще большой квест, и это ежесезонно, или там зафрахтовать какой-то старый сад, который сами не знают, у них там что-то выросло 50 лет назад, они не знают, что с этим делать, нужно посмотреть там какие-то пробы, анализы, купить эти яблоки, они могут не подойти, то есть это какая-то просто яблочная борьба, но в этом и соль, в этом и суть, и опять же, почему у нас фест проходит 9 сентября осенью, в прошлом году вообще был 15 октября, потому что это самый сезон сбора яблок, и вот эта вот листва, трава, уже такой аромат зрелого яблока, когда оно уже готово, чтобы из него сделали сидр, вот мы как раз хотим про это рассказать людям, поэтому делаем всякие мероприятия, экскурсии, поездки и так далее, и это раз в году, то есть это вообще такое выдающееся событие, как сбор урожая, потому что то, что ты собрал там в сентябре, октябре, в ноябре, вот ты этим и живешь, год, а то и два. Там, да, там даже у самого такого человека прожженного или который там очень тихий, даже он, когда вот заходит в этот, там, приедешь куда-нибудь в Гатчину, заходишь в какой-нибудь сад, где этот аромат подёжного яблока распространяется, и даже он такой стоит, господи, я сейчас какое-нибудь стихотворение напишу, да? Да, 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 да здравствует яблочный спас. Да здравствует яблочный спас, да. Ну, это же на самом деле очень просто и круто, что у нас есть такая возможность, извините, мы с этих яблок можем и пирог спечь, и сидр сделать, и сок, и там ещё что-нибудь задистиллировать потом, то есть вообще нам природа даёт все возможности для счастливой жизни. А скажи тогда, вот, ну, чуть-чуть откатываясь к тому вопросу, который вот мы там вентилировали про, там, бёрнинговый сидр, самая дичь, которую ты пробовала? Вообще вот просто вот что? Сидр с перцем, с красным перцем. Сидр супер острый, его невозможно было допить, это делали ребята Applehead и старые русы, и я вот, вот, кстати, не смогла допить эту бутылку, потому что он был безумно острый, и я подумала, да вы с ума сошли вообще что-то творить такое. Но ёжики кололись, но ели кактус. То есть, в принципе, в этом что-то есть, но было тяжко. А сама бы ты что в сидр добавила? Я всегда хотела сделать сидр с персиком. Персиковый сидр, но пока вот не дошло до этого, но когда-нибудь может быть. Сидр с огурцом? Нет, пока как-то... Это я аккуратно прощупываю дорожку к ворщу и к соляночке, и к гренкам с чесноком. А там нужна что-то яблочное, утку с яблоками. Сейчас, яблоками где? Утку с яблоками где? Ну, в сидр, это же яблочный продукт, логично тогда утку использовать. Ну, типа, утка в яблоках, есть же такое блюдо. Я этикетку придумал. Да. Ну, все. Но не для печати, конечно. Ну, все нормально, готовим. А гастрономия, на самом деле, и сидр. Ну, это же идеальное сочетание. Идеальное. Вообще идеальное. Супер гастрономичный напиток, который подходит буквально ко всему. И есть разные стилистики. И, значит, свидание на двоих с бутылочкой, и пикник с чуваками на поляне, под шашлык и так далее. Мы с приятелем в летней кафешке там два фужера и две палки шашлыка. Прекрасно, идеально, идеально. Пластиковая тарелочка, кетчуп, лучок, все как надо, да. И сидр, и самое интересное, что он и сам по себе очень крутой. То есть, если сидр хороший, вкусный, интересный, то он и как просто самостоятельный напиток прекрасно себя показывает. Ну, как и пиво. Я вообще в этом плане, меня, конечно, никогда не наслуждаю. Ну, конечно, вы там борщи свои едите. Нет, я только лагерю. Нет, 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 мы не из этих. Я в этом плане сам, на самом деле, просто лютый, как можно сказать, можно слово фашист говорить? Нет, консерватор надо говорить. Да, лютый консерватор. Умеренно консервативная ценность. Да, умеренно, да. Патриотичный, умеренный, умеренный, патриотичный этот консерватор. Короче говоря, я очень сильный, не умеренный, а очень сильный, очень радикальный, очень сильный консерватор по отношению еды с пивом. Я считаю, что к пиву еда вообще не нужна, и что пиво само по себе, напиток самодостаточный. И вот даже Сергей то, что пьет пабсбюрибан, который очень похож на самом деле на «Жигули 1968» Скорее всего, это то же самое и есть. Да, да. Вот он, скорее всего, да. Даже там можно найти очень много всего интересного. Я не говорю сейчас даже про снеки. Я говорю даже в целом про полноценную еду. Но я считаю, что лучше поешь отдельно, либо совсем чуть-чуть закуси. Но в целом она как бы не нужна. Но «Сидор» все-таки немножко другая история. Он за счет своей вот этой вот тонинности как раз-таки переходящий. Но он идеальным компаньоном становится к еде. И там, смотрите, если ребят, которые открывают новые заведения «Сидор», у них там почти всегда есть еда. Вот прям такая. Блин, ну потому что люди едят. Люди едят, да. Это правда. И это нельзя игнорировать. Ну без еды умираешь же. Через месяц, по-моему, месяц, да, можно без еды. А да, а без «Сидора» сколько можно прожить? Без «Сидора»? Не знаю. Я давно, кстати, последний раз «Сидор» пил. Очень. Очень жаль. Сочувствую. Недели две назад. Наверное. Не, я только после того, как вот начал более-менее там про него рассказывать, да, я начал больше пробовать, и я начал больше удивляться. И, собственно, почему я и спрашивал про панковский подход, потому что ты смотришь на этикетки, которые стоят вот в крафтовых барах у «Сидоров». Они, ну, они крафтовские, господи, крафтовские, что я слово еще не сказал. Крафтовские. Крафтовские. Да, крафтовские, те самые. Прикольный дизайн, тоже достаточно такой отвязный, достаточно хулиганский. Там у заповедника у того же самого, у них достаточно прикольная линейка. То есть ты смотришь, ну, и человеку, который привык вот к этим всем пестрым банкам, да, ему это тоже как бы цепанет, его это заинтересует. Я пару раз видел случаи, когда, ну, чуваки такие, а что это такое нарисовано? Это что здесь черепно у нас? Или, да, что это за синяя голова? Дайте мы попробуем. Вот. Ну, про банамат я вообще молчу, потому что там отсылка к... Да. Да, к Довлатову. Поэтому, мне кажется, Сидор, он все-таки чуть-чуть, он хоть как с оттопыренным пальцем, но в кроссовках. Нет, ну, не считаю, что он, это снопский напиток все-таки, не знаю, мне кажется, это как раз такая сфера, где каждый может найти что-то для себя интересное. Что-то я потеряла мысль, я что-то хотел сказать. Да тут постоянно такое. Каждую серию мы теряем мысли, потом восстанавливаем их. И потом их находим. Да, потом запись теряется неоткуда-то. Это нормально, это нормально. Тут есть цифровые барабашки, которые иногда залезают к нам в микрофон и в наушники. Бесы. Поговорим про бесов. Передача Бесогон. Сидрогон ТВ. Правда ли, что Стивен Кирилл Кинг придумал напиток Греф? Или как его правильно? Граф? Граф? Я не знаю эту историю, если честно. Граф — это смесь сидра и пива, да? Да. Ну, говорят, что это Стивен Кинг придумал, но мы не уверены. Да нет, у него просто есть вообще впервые упоминания этого напитка, насколько я знаю, в одном из произведений Стивена Кинга, именно в одном из романов. Тёмная башня, там, третий том. Просто так случилось, что я читаю его сейчас. И... Ну, там просто написание... Граф, правильно, да, получается? Граф, вот. У него там написание... Блин, ну, Граф тоже говорят, я вот сейчас не уверена. А я там вообще, я там очень много видел, как бы, ну, интерпретации этого слова. Вот. И они там как раз-таки вот рассказывают про этот напиток, вот. И это достаточно большая редкость, на самом деле. И очень мало кто делает. Да, Трайвайлд у нас делает. Кто? Трайвайлд — это очень классная Валдырия, Сидририя из Ижевска. Они делают только всё на дикарях, и вот у них очень вкусный граф. Крутой. Потому что с пивом они тоже экспериментируют. Ну, понятно, что это не Стивен Кинг придумал, конечно. Ну, интересно, я запомню. А может быть, и он придумал. Мне кажется, если человек не увлекается ни тем, ни другим, а пишет рассказы, то не уверен. Не знаю. То есть ты хочешь сказать, что Стивен Петрович Кинг 25 лет назад написал подполковник. Да нет, на самом деле, ну, это не миф. А, ты серьёзно? Прямо изучал, конечно, эту тему. И факты, и факты. А, ну да, потому что в книгах бывает очень много придуманных вещей всяких. Просто потому что. Да, из Гарри Поттера пиво, как оно называется. Сливочное пиво. Сливочное пиво, да. А какой один из, ну, понятно, пиво там своя история, там с историческими стилями. У Сидора это как бы, ну, он там всё-таки там по школам делится. Но какая вот самая такая интересная история, которая вообще там редко кем исполнимая? Вот по типу того же Графа, например. Вот что-то такое очень-очень редкое. Очень сложно сделать сладкий Сидор без сахара. Скажем так. Очень сложно. То есть, не вдаваясь... Со спаргамом, со спаргамом. Ну, натуральный сладкий Сидор. Это большое искусство. И, в принципе, так как у нас, ну, и яблоки такие определенные, это вот уже такой высший пилотаж, действительно. И при этом сделать его еще достаточно хорошим по градусу, да? Да, да, да. И хорошим по градусу, и, в принципе, чтобы он был непритерный, сладкий и вкусный, и, собственно, без добавленных там каких-то элементов. Вот это прям такая, да, интересная история. Потому что сухой-то, в принципе, сбродить в ноль яблочное сусло можно. Да, мне кажется, любой может сделать. У меня товарищ один, который увлекся всем этим делом. Вот он сделал три Сидора поставил. Он сделал сухой Сидор, он сделал очень сухой Сидор, и он сделал что-то, что до сих пор у него стоит. Экстра-сухой Сидор, выдержанный в бочке. Ну вот это же разве не чудо, что ты просто поставил чашку сока, она у тебя сама сбродила, ты ее выпил, и просто она сама превратилась в Сидор. Магия, не иначе. Магия Сидора. Сергей, я вижу магию в ваших глазах. Кальвадос. Кальвадос. Как правильно? Я не знаю, я честно не знаю, как правильно. Точно, Кальвадос, потому что провинция же называется Кальвадос. Ну да. Кальвадос у Сидора Делов. Ну, естественное, как будто бы, казалось бы, естественное продолжение их деятельности, потому что от более легкого напитка к более крепкому, учитывая одно и то же сырье. Ну вот один из моих коллег, который сегодня, к сожалению, уехал в командировку и не присутствует на подкасте. Валера, привет. Ну, он считает, что это вообще абсолютно разные технологии. И почему так? Почему многие Сидоры Делы начали делать Кальвадос? При этом, при всем, вот пивоварни же не делают Шерри Брэнди или, там, не знаю, абрикосовые ликеры. Ну, не все делают Кальвадос. Некоторые делают, кому нравится. Ну, прям, очень многие начинают вообще в крепкий алкоголь сейчас. Я знаю прекрасно, что даже многие пивоварни пытаются в крепкий алкоголь сейчас. Потому что, ну, это как будто бы разумное продолжение деятельности по увеличению градусов, которое, конечно, натыкается на, как это сказать, на законодательные препоны какие-то различные. Ну, смотрите, понятно, что, да, некоторые действительно делают крепкие напитки, но если у тебя есть цель заниматься Сидором и делать классный Сидор для людей, то тебе, во-первых, некогда, а во-вторых, неинтересно. Потому что, если ты хочешь заниматься крепким алкоголем, занимайся. Это дорого. Да, это очень дорого. Зачем заниматься нелегальным крепким алкоголем? Зачем пытаться сделать продукт, который очень тяжело будет вывести в легальное поле и продать, и так далее? То есть это, да, несмотря на то, что это одно сырье, но это совершенно разные бизнесы, разные технологии, и супер разный подход, и философия тоже. Потому что, опять же, чем примечателен Сидор и Сидроделы тем, что это же слабоалкогольный напиток. И я убеждена, опять же, что есть слой людей, которые, вот я к ним тоже отношусь, которые, в принципе, любят слабоалкогольные напитки и не пьют крепкое. А есть, наоборот, люди, которые пьют только крепкое и не пьют там Сидор. Поэтому все-таки это разные портреты потребителей, разные люди, и... Ну, это как с соком. Есть люди, которые занимаются яблочным соком. Вот им нравится, они его производят, продают и отлично себя чувствуют. Вот соковые бароны. А есть Сидроделы, а есть те, кто любит... Я знаю, что отдают много на перегонку. То есть, например, если у Сидродела не получился Сидор, он просто звонит специальным людям по специальному телефончику, отвозит неудачный Сидор, и дальше с ним происходит прекрасная вещь. Как кабанчики такие Сидоры. Да, да, да. И дальше все с ним хорошо. А ты вот сказала про историю, то есть ты берешь за точку счета, получается, 20 лет ты сказала, да, примерно? Ну, примерно, да. Я считаю, начало современной истории, когда открылся первый завод Сан-Антон в 2005 году. И вот тогда уже, да, можно говорить о том, что какая-то началась Сидровая революция. Ну, потом уже Токсовы подтянулись там с 2011-2012 года. Ну, то есть, очаковский Сидор мы не будем вспоминать, да? Да, ну, слушайте, это нельзя назвать Сидором. Это Сидор у них такой был напиток. Это просто смесь концентрата с водой. Там нет ничего про философию, про яблоки, про какое-то отношение. Это просто вот, ну, такой вот массовый... У меня просто это самое нежнейшее воспоминание о нем из школы, вот поэтому... Ну, да, но к нему, к Сидру приходят, если честно, конечно же, через вот такие вот штуки. Через штуки. Ну, как бы часть нашей культуры тоже, да, что мы все начинаем там с каких-то непонятных баклашек, а потом... К чему первые пришли люди через Ягуар? Абсолютно. Это нельзя игнорировать, уж со всеми это случалось, и такова эволюция культуры питья. Я ни разу не пил, честно. Серьезно? Да, у нас не было на Камчатке, а здесь, когда люди пили, я не доверял цвет свету. Людям? Людям доверял, Ягуару нет. Но для меня всегда было удивление. Я даже не знаю, какого он цвета, красного? Он красноватого какого-то такого, да. То есть меня удивляли вот эти люди, которые пили там, коктейли назывались Стрит, Ягуар, Трофи, вот эта вот вся история. И Трит. Что это? Кофейный, там у них был белый русский, например, назывался. То есть, ну, единственное, что я пил, это вот джентоник. Ну, что это джентоник? Я знаю белый русский, который такой, типа оранжево-черный. Да, да, да. Вот этот, ну, типа стандартный белый русский, который, или черный русский. Бок с ними, с этими. С этими демонами. Да, с этими демонами. Брось, бросай их, убегай. Кстати, а ведь эти же напитки раньше, я не знаю, как сейчас, это же раньше все сидром было. Нет, если я не ошибаюсь, я вот точно сейчас не скажу, сидр, пиво, медовуха в одной группе находятся, а где находятся эти коктейли? Они были все сидрами, потому что акциз, акциз, ну, меньше гораздо. И вот я прямо сейчас, у меня меня озарило сейчас, что 80% рынка российских алкогольных, вот этих слабоалкогольных коктейлей, так или иначе относилось к сидрам. И такое ощущение, что наверху люди смотрели в Росалкогольорегулировании такие, ага, так, трофе, фигуевый, сидр. Куда девать? Ага. Куда запишем? Потом история, типа, да, с мистером, и такие, они сидят наверху, ну, у нас же беда, в принципе, чиновничного аппарата в том, что он максимально оторван от реальности, то есть это люди... Напоминаем, мы подкаст не про политику. Да, да, нет, ну, я же говорю, как есть, на самом деле, что эти люди максимально... Вспомните историю, когда в Петербурге хотели все бары меньше 50 метров закрыть. И вот я что-то как-то вспомнил эту историю, я теперь, с одной стороны, как бы государство наше понимает, почему оно резко так... Оно вообще взялось за сидр-то или как? Да, да, конечно, оно взялось. Я просто помню, что какую-то сидрерию даже в Ленинградской области арестовывали танки у них, бродильные емкости и продукт произведенный. Вот прям совсем, когда истерия началась, прям, я не помню, это сидр-рина или что-то такое было. Прям обыск приезжал с маски-шоу и так далее. Так в итоге-то будет хорошо или как, или плохо? Да, слушайте, конечно же, любая индустрия, мы сейчас наблюдаем рост вообще индустрии с нуля. Да, то есть, ну нет, у нас не было такого опыта, мы вот, каждый отдельно взятый сидр-одел строят отдельно взятую свою сидрелью, пытаются как-то ее легализовать, как-то вывести ее там на точку безубыточности и так далее. Конечно же, здесь куча всяких проблем, неудачных моментов, фиаско и так далее, но уже у нас есть ассоциации производителей традиционного сидра, это люди, которые ведут диалог с властью, в принципе, там что-то продвигают ценности и идеи, пытаются объяснить, что мы вообще хотим, зачем и почему мы хотим именно этого. Почему сидр-это яблоки, почему это натуральный продукт, вообще продукт сельхоздеятельности, и я уверена, что есть движение, и если не сдаваться, не бросать и идти вперед, то всем все будет понятно, и я вообще верю в то, что сидр может получить такую же большую поддержку, как и русское вино, потому что русское вино еще 10-15 лет назад мы как-то не ценили особенно, и его не было, а сейчас посмотрите, что стало. Ну, в русском вине просто много миллионеров. Ну, они же как-то туда попали и пришли. Миллиардеров, я бы даже сказал. Ну, это модная простая история. А как она стала модной? Почему они решили, что это модно? Очень сложно сказать на это. Нет, это очень... Есть один бывший президент Российской Федерации, который занимался вином, потом к нему приклеился председатель правления Банка ВТБ, потом подлетел всего-навсего, как это сказать, коллега по дачному кооперативу «Озеро» одного нынешнего президента, и вот так пошло-поехало. Нет, ну, на самом деле, просто у миллиардеров и мультимиллионеров вообще, в принципе, в России вино стало в какой-то момент модной историей, что этим надо заниматься. Ну, у тебя есть все, у тебя есть дом, у тебя есть жена-любовница, любовник, если надо, ну, кому-то. Мы свободная страна все-таки остаемся, я надеюсь. Куча машин, охрана, вертолеты, самолеты, футбольные клубы и так далее. Вот чем тебе заняться? Тебе нужно хобби какое-то. Ты такой смотришь, ага, этот занимается вином, а займусь-ка я тоже вином, потому что если сейчас посмотреть на карту, кто владеет винным рынком России, там везде люди из списка «Форбс», как минимум, либо из миллиардерского списка, либо из списка чиновников с самым большим госдоходом, либо, ну, в любом случае эти люди в «Форбс» мелькают. Как их в «Сидр» затащить? И нужно ли вообще? Может, у нас есть кто-то один, скрытый, как корейка? Слушайте, у нас сейчас, за последние пару месяцев, можно констатировать, что очень состоятельные и богатые люди заинтересовались «Сидром». Я не уверена, ну, есть ли они в списке «Форбс» или нет, но я точно знаю, что инвестиции грядут, людям это интересно, по многим-многим пунктам. Да, это может быть не так раскручено, как вино, и не так популярно, потому что «Сидр» все-таки, ну, она, это другая история, но она имеет такой уже большой потенциал, и мне кажется, что все скоро, ну, не то, что все, а будут люди, заинтересованные в продвижении именно «Сидра», потому что в России яблоки растут везде, и это, собственно, очень такой правильный, патриотичный и хороший способ… Патриотичный продукт. Абсолютно, да, но это в хорошем смысле этого слова. Я не против, в хорошем, конечно. Это же хороший смысл, это нормально абсолютно, мы должны пользоваться тем, что у нас есть. Мёд, яблоки, цитры у нас нету, мозаика у нас нету, поэтому не будем этим пользоваться, это плохо. Ну, как раз нужно же все эти ресурсы правильно использовать и понять, как наилучшим образом… Да, конечно, если тем более объяснить, там, не знаю, здесь-то уже бабушки, наверное, привыкли, да, все, что у них по садам они уже сами сидят, ой, скоро касатики поедут у нас, вот эти вот сидрадетки. Да, да, с мешочками. Да, а ты уже как бы, там, может, бабушка сама уже шарит в «Сидре», то есть она там, ой, эти-то с бульви, чего учудили, вот, а они, возможно, там, шарят в «Сидре» больше, чем, там, не знаю, чем… У нас нет такой традиции, к сожалению, у нас нет такой традиции. Варенье есть, пироги есть, а вот «Сидра» нет, к сожалению, ну, вот так сложилось. Но на «Сидре», тем не менее, точнее, на «Яблоках», я знаю, что огромное количество людей ставят, как, ну, просто там, условно, звать, ну, брашку, да, делают постоянно. Да, это «Апфельвайн» получается. «Апфельвайн», да. «Апфельвайн». Надо их, надо поехать просто, вот, погачивание по той же. Кстати, у немцев нет уже традиции «Сидра», по сути своей, но у них есть традиция «Апфельвайн», ну, типа, у них так называется «Яблочное вино». Да. Ну, как будто бы у нас, если так вот покататься по деревням, наверное, если прямо вот задаться этой целью, мне кажется, можно очень много рецептов «Яблочного вина» какого-то, условно, найти, и которые там уходят к своему мнению. От которого действительно ноги отказывают. Это от медовухи, это от медовухи, это надо звать Даню из «Тепи и Вету», обсуждать это. А может быть, их надо на фестиваль позвать, вот этих вот бабушек, поездить по гачине, вот сейчас, там, сказать, доставайте то, что у вас на прошлом году поставлено. Мегафон, кстати, да. Ну, интересно, кстати, да, интересно было бы понять, вообще, кто-то что-то вот так делает дома или нет. Так они делают, и там, возможно, бриллианты какие-нибудь скрываются, то есть им это... Да, ароматические бомбы. Водяные, да, которые кинул бомбу в ванну, и все, нормально. Блин, я вторую историю вспомнил в этот пролет. Сейчас мент родился, да. Ну, про сухой лед помните же, да? Нет. Да. Ну, там был момент, когда... Мужчина сгорел в сухом льду. Да. Ну, в общем, это не смешная история максимально. Совсем не смешная. Ее раскручивали абсолютно так же, как история, вот с метиловым спиртом. Да. В сидросодержащем продукте. Какая-то известная блогерша заказала себе на день рождения сухой лед, его кинули в бассейн, и люди пошли туда купаться, в общем, ну... Химожоги там. Да, химожоги, и там человек даже умерло. И самый интересный момент, что она, по-моему, была блогером по ЗОЖу, она была врачом. Ну, то есть, врач как бы сделал такое. Ну, то есть, история реально не смешная совсем, как и с мистером Сидром. Там смешного мало. На самом деле, вот это еще... Ну, это несчастный случай, прежде всего. Да, да. Это несчастный случай. Как и с мистером Сидром, все-таки это, во-первых, огромная коррумпированная система, которая просто... Наша огромная федеральная, федеральных масштабов проблема, просто нарыв какой-то на теле нашей прекрасной страны. Вот, и... Ну, ты когда слушаешь вот эту историю, которая была там по радио, когда начинали рассказывать... То есть, ну, первые два дня, вот, как ты говорила, это было вот это вот нагнетение, там максимально все. А потом, когда уже к третьему, когда на четвертый день это вскрыла вся история про замначальника того-то, того-то, и ты уже сидишь такой, думаешь, пожалуйста, снимите этот актив по этому. Ну, потому что сценарий готовый. Нет, на самом деле, да. Ладно, я сейчас не буду ничего говорить, потому что я буду материться уже дальше. Это не стоит делать. Ну, слушай, такой еще вопрос лично от себя. Как ты считаешь? Это я просто почему акцентировал на 20 годах? Вот за последние 7 лет, это же прям вообще был такой, ну, прям... Подъем. Ренессанс такой, прям вообще прям прыжок, потому что за последние 7 лет огромное количество проектов появилось. Началась вот эта вот движуха такая. Получается, что прошлый год это был первый год, когда в Петербурге был Cedar Day, да, первый проведён. Фестиваль, да. Да, первый сам был проведён, потому что, ну, до этого я не помню, что проводилось что-то. Нет, нет, сидрового именно фестиваля не было, да, мы решили... Ну, на самом деле, Ленинградская область и Санкт-Петербург, это, в принципе, столица российского сидроделя. Здесь самое большое количество производителей, здесь прекрасный местный теруар с определенными там вкусоароматическими свойствами. И, конечно же, здесь нужен обязательно праздник сидра для всех, особенно вот в осеннее время. Поэтому будем, я надеюсь, и дальше проводить, и всех посвящать в ряды себе. В этот раз больше будет народу? Любителей. Я не знаю... Нет, я имею в виду по производителям. Ну, не совсем, если честно. Не совсем, но будет примерно столько же, я думаю. Ну, ладно, главное, чтобы всем было весело. Да, ну, потому что у нас есть вопрос легализации. И у нас есть, как вы знаете, легальные производители, у которых прекрасные документы на продукцию. А есть очень много любителей, и когда ты приглашаешь любителей, ну, мы всегда приглашали любителей на фестиваль, и всегда приглашали маленькие сидрели, но здесь после известных событий просто уже нужно... Они такие, вы сразу нас закроете, да? Ну, то есть это нужно обезопасить всех, и участников основных, и, если честно, мне бы хотелось как-то себя, свой фестиваль, свою команду обезопасить, потому что, ну, мы все-таки живем в правовом государстве. И у нас есть... Для людей в штатском, которые по фестивалю будут ходить, уже надо как-то обезопасить. Они же будут там, скорее всего, ходить. Как это говорят, с кабурой. Ну, давайте не нагнетать. Под пинжаком. Давайте не нагнетать. Готовимся к худшему, верим в лучшем. Я сомневаюсь, что в Петербурге кто-то ходить будет. Ну, в смысле, нет, люди придут, а я имею в виду, что... Как тайный покупатель. Тайный покупатель. Тайные дегустаторы. Да, тайные дегустаторы. Причем их всегда можно будет отличить, там, то есть, ну... Когда к тебе подходит человек в бадлоне, в бадлоне, в остроносных туфлях, в синих джинсах. Это опера, которая тебя сейчас крутит. И он такой, надейте мне, пожалуйста. А это мы вырежем, если что. Блин, это смешно, когда это в теории. На практике, блин, это вообще не весело. Да, конечно, не весело. То есть, это даже люди, которые приходят... Сейчас вот в последнее время ты участилась в барах. Да, проверочки. Да, проверочки, то есть, там, когда к тебе приводят кренделя, у которого, ну, там, 7 моих бород, да, там, усы у него за ушами закручены, вот, и паспорт он достает, 17. Вот, и у него голос неожиданно ломается. Он до этого говорил басом, а тут он разговаривает очень песклявым. Вот, это же все у нас, как говорится, защитная реакция, все эти шутки. Я два Андрея Бетина, у нас сегодня выступают просто феерично. Слушай, у меня вопросик к вам такой, а что вообще в пивной тусовке говорят про Сидор, про фестивали и про то, что происходит? Что-нибудь говорят, как комментируют? Да нет, на самом деле, не знаю, понимаешь, просто беда в том, что, ну, я честно сейчас скажу, что беда в том, что русская тусовка пивная, именно крафтовая, она максимально токсичная, и поэтому, когда мистер Сидор появился, прям, блин. Ну, это там, да, там прям токс просто лил, ну, такое ощущение, что... Радостный токс. Помните Бэтмена, которого снимал Тим Бертон? Да, да, да. Это с Джокером же он был, с тем самым, когда он падал в чан с химикалями. И вот такое ощущение, что каждый день по 100 человек туда вот падали, вот в эти, блин, токсичные химикаты. Ну, то есть это, да, это были мемы какие-то, плохие мемы, скажем так, злые. Долбоёбский, да, да, долбоёбская типа история. Не, просто, ну, когда ты сидишь, то есть, ну, первое, что должна вызывать история всё-таки, ну, по-хорошему, то есть, ладно, если бы это просто там, ну, простите меня, была бы какая-нибудь тема, как с лимонеллёзом, да, то есть просто все по десятому кругу мы обшутили то, что все ходят после крафта там в туалет, теперь после Сидора будем ходить в туалет. Но тут была и другая история, здесь погибли люди. И когда у тебя там, извините меня, там, каналы, понятно, это понятно, как они работают все, но когда у тебя каналы там на 200к человек, на 400к человек начинают постить вот эти вот приколы про мистер Сидор, такое, ну, ладно, а когда ты смотришь на то, как в чате там генят люди, ну, такой, ну, ладно, хорошо, мы пошутим, вот, а шутки-то шутками... Сколько там, там, больше 50 человек, скажем, с ночью. Да, и представь себе момент, ты такой купил, допустим, в твоём обычном магазине там Сидора, да, налил себе его, типа Сидора, не Сидора, и так усел на диван и умер. Скорее всего, в страшных муках. Да нет, ну, смерть отметила спирт, это пиздец полный, ну, это правда, это пиздец, потому, я объясню, почему, у меня мама доктора же, и моей настольной книгой в детстве была книга, я не помню, это книга, относящаяся к судмедэкспертизе, я потом только в зрелом возрасте у мамы спросил, мам, почему там все умирают-то, она говорит, так это ж, ну, типа... И эта книга про отравление техническими спиртами, бензином, керосином и так далее, я зачитывался этой книгой по судмедэкспертизе, но там каждый раз кто-то умирал в конце, и вот... Здесь такая же, типа, история максимальная, то есть смерть страшная, муки, блин, реально страшные, то есть человек, ну, минимум он ослепнет, потому что метиловый спирт, это реально страшно, ну, это по сути своей, это яд, дикий яд, хуже этого, ну, очень сложно что-то придумать, потому что он на вкус практически неотличим от обычного этилового спирта, и ты не можешь понять хотя бы, то есть когда ты волчью ягоду в рот суешь в лесу, когда пошел грибы собирать, сейчас, благо, сезон скоро начнется, то ты хотя бы, ну, если ты долбоеб, ты начнешь поганку в рот сувать и волчью ягоду, если нет, ну, выживешь, а здесь же как бы невозможно вообще абсолютно понять. Ну, ты не можешь угадать, да, что у тебя за твоим... Ну, ты не можешь угадать, конечно, конечно, он по вкусу вообще ничем не отличается от обычного этилового спирта, и, ну, это жопа как бы, и вот эта токсичность тусовки как бы, ну, не знаю, я делаю свои выводы, у меня есть тетрадочка смерти, я в нее все записываю, да, если что, поэтому, собственно говоря, вот... Ну, смех — это защитная реакция, то есть люди же не хотят посерьезно обдумать и окунуться вот в какой-то такой негатив, они предлагают пожрать, 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 это нормально. Там, видишь, в какой момент, если пропивную тусовку понятно, то люди вот со стороны как раз-таки, ну, там была такая реакция, особенно когда комментарии, я там ради интереса заходил, читал, это очередной вот такой кирпич в стену того, что все понятно, как у нас в России делают алкоголь, вот, понятно, этот сидр так делают, Балтика воду льет в свои банки, с ними уже все ясно. Ну, отчасти это правда, к сожалению. Я уж не знаю, что там на Балтике, но действительно, по факту же, они же действительно имели производство с огромным оборотом контрафактного некачественного алкоголя. Я к тому, что люди, они подальше этого не пойдут, многие, они просто вот услышат такой случай, ну, то есть я слышал, там, собственно, через знакомых, как там своей, там, дочери, да, мать начала там говорить, не покупай сидр, от него люди мрут, ну, то есть не задавшись вопросом. Это совершенно так и есть, и так будет еще какое-то количество времени, нужно к этому нормально относиться. Естественно, сейчас все будут думать, что сидр, это вот, в этот случай, он и будет продолжаться, но как раз мы вот все фестивали, все эти тусовки, мероприятия, экскурсии и прочее-прочее делаем, в том числе, чтобы рассказать и показать человеку, как делают нормальный сидр. Это был подкаст «Толи дела барачка», третий сезон, всем пока!